Буквально на дня в городскую больницу скорой помощи поступила женщина с диагнозом отравления грибами. Накануне супружеская чета отправилась в лес подышать воздухом и заодно обеспечить себе ужин, собрав лукошку грибочков. Насобирали, приготовили неправильно. В итоге обостренный панкреатит и реанимация. Это уже четвертый пациент с аналогичным диагнозом. А ведь сезон тихой охоты только начался. По состоянию на 1 сентября текущего года, вообще по имеющейся у нас статистике, за медицинской помощью обратилось около 20 человек. Именно с жалобами на ухудшение состояния здоровья, связанные с употреблением грибов. К общей радости нашей подтвердился диагноз отравления грибами только в четырех случаях, что составило 20%. Эти случаи все были зарегистрированы в начале года, но сейчас наблюдается уже определенный пик, скажем так, поступления внеочередных, то есть пока предварительных диагнозов отравления грибами. Больше это нас волнует Барановическая зона, оттуда идут извещения об отравлении грибами и Каменецкий район. Зачастую люди собирают съедобные грибы, но не знают правил термической обработки. Собирают грибы, которые изъедены животными, либо грибными мухами. Также собирают грибы, которые являются старыми. Они в процессе роста накапливают какие-то токсические вещества. Кстати, доктор сама любит собирать дары леса. Однако у Марины Михайловны есть правило, которому она никогда не изменяет. Готовить есть только те грибы, которые собраны и приготовлены своими руками. Ко всему прочему, она прекрасно разбирается в грибах. К сожалению, многие пациенты реанимационного отделения не могут похвастаться тем же. А некоторые специально собирают ядовитые грибы, в том числе и мухоморы. На сбор сомнительных даров леса многих подвигает очередной горе малахов, призывающий использовать опасный продукт в качестве лечения. Последствия предсказать несложно. Тошнота, рвота, головокружение и остальные радости отравления. Что же стоит делать, если мы заподозрили отравление грибами? В первую очередь, это вызвать рвоту и промыть желудок. Как промыть желудок? Это мы даем небольшое количество воды, 50-100 мл, и вызываем рвоту. Также употребляем активированный уголь до 1 грамма на килограмм массы тела. Вызываем скорую помощь, либо же человек должен сам обратиться в приемное отделение любого стационара, где ему будет оказана помощь, и именно врач назначит дальнейшую тактику ведения и лечения данного пациента. Кстати, сторонники так называемой натуральности свято верят в безвредность грибов, купленных на стихийном рынке, удивляясь после, откуда отравление. Если хотите полакомиться осенним деликатесом, отправляйтесь в обычный магазин. От грибов, купленных там, еще никто не пострадал. Плюс ко всему соблюдение правил обработки и приготовления. При домашней уже обработке грибов нужно помнить о том, что грибы – это продукт скоропортящий. Нельзя оставлять их на сутки, их необходимо сразу же начать перебирать, сортировать. По нашим требованиям, по нашим предложениям грибы, скажем так, до окончательного приготовления какого-то блюда, дважды отвариваются не менее 30-40 минут, а далее уже можно из них готовить любое блюдо по своему, скажем так, запросу. Есть условно-съедобные грибы, так называемые поддубники, которые очень часто замачивают, и потом подлежат они простой засолке. После этого употребляются в еду, и практически в прошлом году все случаи отравления грибами были именно вот этими условно-съедобными грибами, которые называются поддубники. Сыроедение грибов абсолютно противопоказано. Особенно осторожными нужно быть пожилым людям и детям, желудки которых с трудом переваривают такую тяжелую пищу, как гриб. Это касается как свежих, так и маринованных даров леса. Кстати, при закатке лесного деликатеса хозяйка должна соблюдать правила маринования, иначе, к примеру, новогодние застолья могут продолжиться в реанимационном отделении местной больницы.